Девушки отдыхают Все это делается под знаменами демократии, свободы и европейских ценностей. На самом деле это чисто геополитический проект, игра с большими ставками и разменная монета в этой игре жизни людей. Филипп хочет защищать жителей Донбасса. Ему сразу показали будущее место службы, укрепление ополченцев под Новоазовском. Поначалу заметно нервничал, но помогли земляки. На плече у Рено. Нашивка интернациональной бригады армии ДНР. В ней добровольно служат французы, поляки, бразильцы. Одни помогают в быту, кто-то устроен медиком. Виктор уже полгода защищает позиции бок о бок с другими ополченцами. Мы обороняемся и занимаемся патрулированием деревень, но перемирие здесь нарушается, да вы и сами слышите. Наши позиции время от времени обстреливают, особенно со стороны Широкина. Я колхозник, тракторист. У меня осталась дома дочь, остался сын, внучка. Я говорю, хотя бы сказать, что тебе еще надо на старости лет. Я хочу мирно жить, спокойно, мирно, хорошо жить, спокойно работать, как мы раньше жили, работали. Полного спокойствия. Пока нету села Широкина. Это 20 километров от Мариуполя. С восточной стороны село контролируется ополченцами. На западной окраине стоят украинские силовики. Линия соприкосновения делит несколько таких сел пополам. Недалеко от Новоазовска, именно отсюда, ополченцы несколько дней назад проводили последний этап вывода тяжелых вооружений. Отводили реактивную систему залпового огня «Град». Но несколько вот таких оборонительных укреплений остались. Отсюда ополченцы наблюдают за перемещениями украинских силовиков. По прямой до их позиции примерно 2 километра. И очень хорошо слышно, как они периодически нарушают режим прекращения огня. Многие жители окрестных деревень до наступления перемирия покинули дома. Опасно было даже в подвалах. У 4-летнего Сережи в апреле должна появиться на свет сестра. Родители Анна и Александр покинули дом в селе Саханка. Эту семью и десятки других временно разместили в пансионате в Новоазовске. Море помогает стирать тяжелые воспоминания. А ты побольше идти поинтересу? Да, мальчик. Море это такое... Можно смотреть, как говорится, любоваться вечно. И оно как-то успокаивает, конечно. А так очень хочется мира, чтобы побыстрее это все закончилось и вернуться, конечно. Вернуться мешает разрушенная инфраструктура. Во многих селах нет отопления и света. И отсутствие еды. Гуманитарную помощь сюда просто не довозят. Кого-то спасает домашнее хозяйство, если уцелело. Эта пара пенсионеров осенью решила не забивать индеек на мясо. Не прогадали. Дома сделали инкубатор. Теперь ждут потомство. Семь месяцев не видим пенсии. Так и живем. У нас хозяйство. Вот, своими силами так и выживаем. И вот так своими силами выживают тысячи человек. Они надеются, что линия соприкосновения не превратится обратно в линию фронта. Иван Прозоров, Дмитрий Белов, Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Новоазовск. Донецкая область.